8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 2.4. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Казахстан выбрал победителя национального отбора на международный ежегодный песенный конкурс Junior Eurovision. С авторскими песнями, написанными известными композиторами, в финале выступили 12 юных исполнителей. Моя коллега Марк Брюшко расскажет, кто одержал победу. Каракат Башанова! Каракат Башанова! Имя победителя национального отбора на международный ежегодный песенный конкурс Junior Eurovision. Кто представит нашу страну в этом конкурсе, определяли всей страной в прямом эфире телеканала Хабар. 12 финалистов выступили с авторскими песнями, написанными специально для них известными композиторами страны. Я очень рада, даже я не могу словами описать мои чувства, потому что я очень рада, что именно этой песней я буду представлять наш Казахстан на мировой арене. И для меня это честь. В сердцах членов жюри и зрителей откликнулась песня, которую исполнила Каракат. Ее автор, талантливый композитор Хамид Шангалеев. Песня родилась с историей, потому что когда я познакомился с Харахат, я спросил у нее, какие твои пожелания, какую ты хочешь песню исполнить. И она сказала, что хотела посвятить отцу. И тогда я понял, что видимо что-то случилось с отцом. И когда она рассказала, что пять лет назад погиб отец, и получается это моя история. У меня тоже пять лет назад скончался отец, и эта песня жила во мне внутри. Напомним, что участие Казахстана в Junior Eurovision уже в третий раз стало возможным благодаря тому, что агентство Хабар является ассоциированным членом Европейского обещательного союза. Незабываемое шоу состоялось благодаря работе всей команды. Режиссеры пытались учесть все аспекты – подачу, вокал, характер ребенка. И также то, что вкладывали композиторы в ту или иную песню. Я хочу поблагодарить всех участников команды, потому что в нашей команде собрались настоящие профессионалы. Это не только телевизионщики, но и представители отечественного шоу-бизнеса. И самая главная ответственность была у участников, у детей. Потому что мы все знаем, в стране карантин, очень много ограничений. Приходилось работать в онлайн формате. И этим проект является оригинальным. Кстати, все средства, собранные путем СМС-голосования, будут переданы на благотворительность. Всего в рамках первого этапа национального отбора было принято 684 заявки со всех регионов Казахстана. На втором этапе члены жюри выбрали 30 сильнейших участников, из которых путем голосования были отобраны 12 финалистов. 29 ноября в связи с пандемией коронавируса финал конкурса пройдет в онлайн формате. Трансляция, как обычно, в эфире телеканала Хабар. Не пропустите! Марк Брюшко, Ирланд Иурысбаев, Хабар 24. В северо-казахстанской области фермер за свой счет строит дорогу, ведущую к его родному поселку Буржан Шамерденов. Вырос в ауле Дайндых и сейчас вкладывает все силы и средства в развитие малой родины. К примеру, на асфальтирование 9 километров трассы районного значения он выделил свыше 300 миллионов тенге. Репортаж Нургуль Ахметовой. Село Дайндых хоть и небольшое, тут всего две улицы, но считается одним из передовых. И практически все, что здесь есть, построено за счет фермерского хозяйства. Даже эти дороги в прошлом году на их асфальтирование местный предприниматель выделил около 60 миллионов тенге. Несмотря на то, что село маленькое, но тут все есть. Мы переехали сюда год назад. Нам предоставили новое жилье, работу, школа новая, мини-центр, ФАБ. Не хватало только хорошей дороги к самому поселку. Долгие годы сельчанам приходилось ездить по Ухабам, а в дождливую погоду пути вовсе становился опасным. Но в бюджете на ремонт трассы районного значения средств так и не нашлось. В прошлом году мы заказали проектно-смертную документацию на средства хозяйствующих субъектов. Потом экспертизу этой дороги сделали. В этом году по программе должны были выделить деньги на строительство дороги от республиканской трассы до села Дайндык. Но потом в силу определенных обстоятельств деньги отозвали. Сколько лет уже мучаемся по этой дороге. Решили заасфальтировать эту дорогу в этом году. Взяться за поэтапное строительство дороги Ленинская до Дайндык решила династия Шемерденовых. Они занимаются животноводством и выращиванием сельхозкультур. Ежегодно часть полученного дохода вкладывают в развитие родного села. За счет стоимости зерна в этом году решили построить дорогу. Цена в этом году на зерно хорошая. 322 миллиона мы выделили с нашего хозяйства на эту дорогу. Наша мечта была вот эта дорога. Сколько лет уже думали про эту дорогу. И вот наша мечта сбылась. Фермеры уверены, что если будет хорошая дорога, то в село потянутся новоселы и решится извечная проблема с нехваткой рабочих рук. Жилье для работников тут тоже строят. В следующем году планируют возвести сразу 30 новых домов. Больше 340 тысяч гектаров сельхозземель не используются по назначению. В Западно-Казахстанской области Акимат начал внеплановые проверки в отношении недобросовестных землепользователей. Последним грозит десятикратное увеличение базовых налоговых ставок. Также фамилии латифундистов придают огласки. Если предписания не имеют воздействия, земли возвращаются в государственную собственность. Полномоченные органы, не выходя из кабинета, могут увидеть неиспользуемые или используемые земельные участки. Выявлено 908 тысяч гектаров земель не используемых после опубликования СМИ, недобросовестных землепользователей. На площади 113 тысяч гектаров вернули в гособственность, а также 451 тысяча гектаров приступили к использованию. На сегодняшний день остаются неиспользуемыми 343 тысячи гектаров земли. Между тем, производство бронежилетов наладили в Приоралии. Швейный цех по их пошиву открыли в Жалагашском районе. Фабрика ежегодно поставляет казахстанской армии 15 тысяч защитных масок и 12 тысяч бронежилетов. Кроме того, здесь начали выпускать боевую экипировку для саперов. Основную часть сырья для продукции закупают из России. К их пошиву привлекли полсотни местных мастеров, прошедших спецкурсы повышения квалификации. Планируем расширить ассортимент и дополнительно заняться производством энергосберегающих лампочек, а также защитных шлемов для работников правоохранительных органов. Уже приобрели пресс, который доставят нам в первых числах октября. В период пандемии тоже работу не останавливали. Сшили 20 тысяч масок и раздали их жителям района. В Шымкенте спасатели создают мультфильм. Делают они это своими силами. Сотрудники увлеклись историей о пожарной машине Бибил. Именно она расскажет малышам, как безопасно вести себя дома и на улице. Катерина Попкова встретила с необычными авторами мультфильма. Яркий Булан Таскараев уже несколько лет руководит отделом ПЧС. И мало кто верит, что суровый спасатель еще и сочиняет для детей сказки. Его яркие комиксы рассказывают малышам, как избежать опасности. Теперь он увлекся созданием мультфильма про пожарную машину Бебеу. Детей надо знакомить с работой спасателей. Люди думают, что мы только пожары тушим. У нас направления разные. Это надо объяснять и показывать детям. Яркий Булан признается, делать мультфильмы куда сложнее, чем работать с огнетушителем. Помогли друзья-аниматоры. Две недели ушло только на создание одноминутного трейлера. Приключения пожарной машины теперь обсуждают сотрудники всех рангов. В творческий процесс вовлекли и руководство департамента. За этим столом теперь говорят не только о серьезных спасательных операциях, но и о дальнейшей судьбе пожарной машины Бебеу. Спасатели уверены, мультгерои научат детей быть осторожнее. Сейчас много детей остаются без присмотра родителей. Были случаи, что начинают играть со спичками, вспыхивает пожар. Люди погибают. Мы хотим предотвратить это. Мне понравилась инициатива создать мультфильм. Работа над мультфильмом еще не закончена, но спасатели уже подумывают о его продолжении. Через подобный формат, считают они, дети лучше и быстрее поймут, в чем на самом деле заключается работа спасателя. Это будут поучительные истории жизни. Мультфильм собираются показывать в школах и детских садах. Катерина Бобкова, Нурмахан Нусатов, Шумкент, Хабар, 24. Заключенные из Восточно-Казахстанской области изготовили игрушки для детей, оставшихся без попечения родителей. Подарки в исправительной колонии строгого режима сделали из гипса, чтобы дети могли их сами раскрасить. На изготовление порядка 50 фигур понадобилась неделя. Среди игрушек есть персонажи из знаменитых мультфильмов, копилки и статуэтки. Всю коллекцию вместе с красками от бывающей наказания передали в детский дом. Это разукрашки, это копилки разукрашки, то есть татуэтки разукрашки получаются. То есть они делаются из гипса, беленькие. Потом ребенок просто берет разукрашку и сам разукрашивает, как по своей фантазии, как он видит этот мультик или какой-то персонаж. В свое свободное время будут раскрашивать эти фигурки. И, конечно же, мы сделаем такой фотоотчет, как ребята в процессе работы, какие у них получились. Я думаю, что ребята будут очень довольны, счастливы. В последнее воскресенье сентября традиционно отмечают Международный день глухих. В Казахстане людей с нарушением слуха тысячи. Как они живут и с какими трудностями сталкиваются, попытался понять наш корреспондент. Примерно так видят мир люди с нарушением слуха. Арман Кабышев один из них. Из-за осложнений после простуды, перенесенной в двухлетнем возрасте, он не слышит и не говорит. Но это не помешало Арману с отличием окончить сначала колледж, а затем и университет. Сейчас он мечтает поступить в магистратуру. Для многих слабослышащих высшее образование все еще трудное, а то и вовсе недостижимая цель. В большинстве вузов нет специальных групп для таких студентов. Не говоря уже о преподавателях со знанием языка жестов. Сурдопереводчики – главные помощники людей, лишенных слуха и голоса. Как правило, ими становятся те, чьи родственники являются инвалидами по слуху. В столице на 360 человек только 25 таких специалистов. Идет смысловой перевод. Мы переводим на более понятном языке, на простом. Начиная от вызова сантехника, заканчивая родами, мы везде являемся посредниками между неслышащими людьми и слышащими. Сурдопереводчиков готовят и на базе Казахского общества глухих. Обучение проходит в течение двух-трех месяцев. Общество поддерживает людей с нарушением слуха и помогает им трудоустроиться. Здесь же действует швейный цех по выпуску униформы и медицинских масок. У нас в обществе глухих, у нас в городе Нурцитане, есть производственные предприятия, где трудятся инвалиды по слуху, не только по слуху, но и по другим заболеваниям. Сейчас вот у нас работает швейный цех. Были времена, здесь по 100 человек работало, были времена. Но сейчас уже утечка кадров из-за того, что нет заказов. В Казахстане более 700 тысяч человек, имеющих инвалидность, из которых работают не более 100 тысяч. За два года создано порядка 400 вакансий для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В стране реализуется госпрограмма «Инбек», в рамках которой порядка 62 тысяч лиц с инвалидностью охвачены мерами содействия занятости, из которых более 40 тысяч трудоустроены. В целом, в рамках антикризисных мер, в текущем году планируем охватить более миллиона человек, в том числе порядка 15 тысяч лиц с инвалидностью. Большинство свободствующих людей получают третью группу инвалидности. Это дает им определенные льготы и освобождает от уплаты некоторых видов налогов, например, на транспорт. Однако, эта же группа инвалидности не дает им права встать на очередь на жилье. Айгерим Бабиш, Асхат Каракайшиев, Ермек Кеншебек, Ерза Дейдхан, Хабар 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Напомним, не забывайте смотреть наши новости также на канале YouTube. До встречи. Вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok